Здравствуйте! В эфире программа Политфокус. Лето – это пора не только отпусков, но и активных работ различных служб города. За эти три месяца благоприятных погодных условий им необходимо успеть выполнить колоссальные объемы по благоустройству и поддержанию жизнедеятельности муниципалитета. В этом выпуске мы обсудим, насколько эффективно продвигается эта работа в Нефтьюганске. В первую очередь хочется отметить, что этим летом Нефтьюганск все же начал работу по установке нового уличного освещения вдоль автомобильных дорог. Пока средства выделили только на четыре наиболее проблемные точки города. Жалобы жителей были, потому что дороги у нас не освещены. Поэтому на основании этого сделалось проектирование, изыскание и выполняются строительно-монтажные работы. Так, на проезде 5П будет установлено 126 осветительных конструкций. Все они повысят безопасность дорожного движения на большом участке от рынка и практически до городского кладбища. Помимо этого, в первой половине августа работы по установке нового светодиодного освещения завершат по улице Мира. Здесь уже появилось более 40 опор для будущих светильников. Безопаснее станет передвижение и по улице Нефтяников. Там дорогу будет освещать 20 ламп. В планы работ включена и улица Жилая, где будет установлено чуть более 20 осветительных конструкций. Завершить работы по всем четырем точкам города планируют до середины сентября. Стоит отметить, что лампы данного отечественного производителя будут устанавливаться в Нефтьюганске впервые. Изготовитель дает гарантию 5 лет. По информации Управления капитального строительства, будущие осветительные приборы должны стойко выдержать суровый сибирский климат. Как раз эти светильники от минус 60 до плюс 40 они работают. Надежно. IP67, вагонепроницаемые, защищенные светильники. Продолжая тему автомобильных дорог, нельзя не сказать о плановых ремонтах. За это лето в городе обновят 16 участков. Больше половины из них составляет ремонт по гарантийным обязательствам. Большое внимание в этом году власти уделили проезду 5П. Последний раз этот участок дороги ремонтировали 7 лет назад. В 2022-м здесь полностью заменят асфальтное покрытие. Помимо этого вдоль дороги появляются и тротуары, которые значительно повысят безопасность пешеходов. Летний сезон – еще и ключевой период подготовки города к осенне-зимнему периоду. Все три месяца обслуживающие организации «Нефтьюганска» активно ведут плановые работы на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы. Еще в конце весны муниципальные службы тщательно анализируют прошедший отопительный сезон, количество и характер прорывов, расположение наиболее старых сетей и оборудования. Только после изучения всех этих данных специалисты составляют перечень необходимых работ. Так, на это лето местный ЮТТС ведет капитальный ремонт теплосетей во втором, шестом, двенадцатом, тринадцатом и четырнадцатом микрорайонах. В график включены и СУ-62, а также участки по улице Строителей и Набережной. Порядка 80% работ по капитальным ремонтам местных теплосетей уже выполнены. Благодаря вот этой работе, она и происходит из года в год, проблемных участков у нас вот таких явно проблемных нет. Горячая пора сейчас и у местных управляющих компаний. Их в Нефтьюганске насчитывается более двадцати. Все они должны обеспечить более 700 жилых домов города комфортными условиями проживания даже в самый суровый мороз. Самое сложное – это погода, то, что влияет на нашу работу. Потому что в дождливую погоду ни кровли не отремонтируешь, ни швы. Поэтому много еще, процентов 20, зависит от погоды. Помимо ремонтов кровли, швов, оконных и дверных проемов домов, особое внимание уделяется промывке системы отопления и опрессовки. Процедура эта ежегодная, сопровождается краткосрочными перебоями подачи горячей воды. По времени промывка одного многоквартирника занимает от одного дня до нескольких суток. Гидропневматическая промывка проводится смешиванием воды и воздуха. То есть, это смесь, она проходит по трубам, через каждый стояк отопительные приборы. И все осадки, взвешенные из вот этих частиц, они вымываются, соответственно, также канализацией. Ни для кого не секрет, что качество воды в Нефтьюганске на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Запросам горожан она явно не отвечает. По информации руководства местного водоканала, данный вопрос не только стоит на строгом контроле учреждения и властей, но и планомерно решается. Так, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду производится капитальный ремонт пяти фильтров первой и второй степени очистки подземной воды. Один из них уже ввели в эксплуатацию буквально на днях. Ещё два фильтра у нас в планах ввести в эксплуатацию до конца сентября 2022 года. Соответственно, позволит улучшить качество воды, а может быть даже максимально приблизить к требованиям САНПИН, которые будут соответствовать именно названию питьевая вода. Ветхие сети водоснабжения тоже являются острой проблемой нефтеюганска. Отфильтрованная и обеззараженная холодная вода в большинстве своём доставляется по старым металлическим трубам. Они составляют около 70% от общей протяжённости подземных сетей. За это лето чуть более одного километра из них заменят на современные и более надёжные полиэтиленовые трубы. Производители дают гарантию 50 лет. Ни на одну сталь никто не даст такую гарантию. Те участки, которые мы уже заменили, а их немало, с ними никогда не возникает никаких проблем и вопросов. То есть те порывы, которые сейчас в городе происходят, это всё сталь, которой много лет. Если мы уходим на полиэтиленовую трубу, будем очень надеяться, что вода того качества, которое выходит со станции, дойдёт у нас до потребителя. Городская дума седьмого созыва ушла на каникулы. Следующее заседание депутатов состоится только в сентябре. Важно отметить, что перерыв в общих собраниях значительно отличается от классического понимания каникул и отпуска. Такая своего рода пауза никак не влияет на проведение текущей работы с наказами избирателей. Все вопросы, которые будут поступать от администрации, они также поступают в адрес представительного органа. И при необходимости будет рассмотрено либо дистанционно, либо опросным листом. То есть такие у нас вопросы будут подниматься. Единственное, что в июле и в августе у нас не будет очередного заседания думы. А депутаты, как представители жителей города, они продолжают свою деятельность, продолжают приём граждан. То есть вся работа направленная по линии фракции и партии, она также продолжается. Не прекратились и личные приёмы граждан. Согласно ежегодному анализу, посещаемость встреч с депутатами увеличивается. Люди всё чаще стали обращаться к народным избранникам за помощью. Основной поток нефтьюганцев приходится на весенний и осенний периоды. Самым популярным вопросом по-прежнему остаётся ликвидация аварийного фонда и перспектива ближайшего переселения в новые квартиры. Личные приёмы граждан депутаты городской думы проводят минимум раз в месяц. Граждане обращаются к нам, конечно, с совершенно разными вопросами. То есть зачастую бывают вопросы, которые не входят в полномочия депутатов местного самоуправления. В таких случаях мы переадресовываем, то есть принимаем также обращение, переадресовываем данный вопрос по компетентности. Для значительной части депутатов городской думы седьмого созыва эти каникулы первые в их политической карьере. Отличное время для подведения промежуточных итогов. Ну что ж, для вас наступили первые депутатские каникулы. Вы в роли депутата уже практически год. Давайте небольшие итоги. Какое было ожидание и какая реальность? Ну если говорить про ожидание, которое, как все думают, это какая-то будет своя личная выгода, то здесь, в принципе, мы ничего не ожидали. Все депутаты шли и знали, что это будет работа добровольная, а во благо города и жителей за бесплатно. Зарплату депутат не получает. Про те ожидания, которые связаны с мнением о том, что человек, став депутатом, может все и сразу, то здесь, конечно, было небольшое огорчение. Потому что все же есть регламентные сроки, которые необходимо исполнять. Есть требования федеральных законов, есть процессы, которые все же надо соблюдать. Сложно ли было в этом разобраться в кратчайшие сроки? Помогал ли кто-то? Ну, сложности не было. Помощь, конечно, была. Она была и от коллег, от депутатов шестого созыва, а депутаты также сейчас, которые в нашем созыве, тоже помогают. У нас команда вообще сплоченная, друг другу мы всегда все помогаем. Вопросов, в принципе, таких прям очень сложных нету. Если они появляются, то мы всегда их решаем совместно. Ну, либо уже где-то, по-моему, помощь со стороны сокруга, например. Немного о команде, конкретно о седьмом созыве. По вашему мнению, как получилось организовать такой сплоченный коллектив? Мне кажется, что у нас очень сплоченный коллектив. Во-первых, и во время заседаний мы приходим очень быстро к общему выводу, итогу. Как и до заседаний, в принципе, мы всегда общаемся все. Переписываемся, созваниваемся, видимся. В целом, кстати, из чего состоит день депутата? Сложно ли совмещать со своей основной работой, личной жизнью? Удается ли? Жизнь, в принципе, тоже такая же, как и обычная жизнь до всего этого. Также работа, семья, есть какие-то свои, да, там, хобби, увлечения. Но при этом есть еще и теперь обязанность в виде депутата, где необходимо все же, да, исполнять те желания, да, которые были от избирателей. Да, там меньше времени где-то уделить семье, родным, либо друзьям. Но я думаю, что это во благо всем передвигаем графики. Что для вас оказалось самым сложным в депутатстве? Самое сложное, скорее всего, это помочь всем. Ну, не всегда так бывает. Бывают те случаи, когда, ну, попросту депутат, либо администрация города, да, местный уровень никак не может помочь с этим, с этой проблемой. Тут надо прибегать к помощи окружных, либо федеральных уже органов. Только вот это вот. За эти месяцы удалось расположить к себе своих избирателей? Как часто они к вам обращаются? В принципе, как и с самого начала моей работы в Думе, избиратели как ко мне обращались, так и будут обращаться. Потому что я всегда с ними общаюсь не как какая-то особая, да, личность, а все же как человек, который проживает с ними по соседству. С ними я всегда на контакте. Также и на улице мы видимся. Удается ли решать проблемы, либо запросы горожан в такие кратчайшие сроки, как хотелось бы? Вообще удается, смотря еще какой запрос. Если это запрос, который связан с исполнительной властью, да, например, с Пенсионным фондом в Российской Федерации, то там ответ очень быстро им поступает. Если же это связано с какими-то бытовыми, да, проблемами, то здесь необходимо все же делать запросы либо в администрацию города, либо уже в окружную думу. В среднем сколько уходит времени на решение какого-либо вопроса? Месяц, меньше, больше? Ну, где как. Где-то сразу, в течение дня, где-то недельку, а может быть и месяц. А с чем обычно к вам приходят нефтьюганцы? С разными вопросами. Вопросы и по благоустройству связаны, а также бывают вопросы по поводу среднего образования, да, школьного образования. Абсолютно разные вопросы. Есть ли уже какое-то достижение у вас, ну, в роли депутата именно, которым вы уже гордитесь? Может быть, какой-то крупный проект? Может быть, удалось помочь человеку, который там годами пытался решить какую-то проблему? Есть, конечно, да, где мы помогали уже совместно с каким-то там понсором, точно с семьям. Ну, здесь мне хотелось бы об этом как-то озвучивать, потому что не Робин Гуд, все же. Есть проекты, которые были уже реализованы, да, и сейчас в настоящий момент реализовываются, либо ожидаются то, что они будут реализованы в этом году. Но хотелось бы отметить то, что по сравнению с тем годом, да, мы видим сейчас уже наш город преобразовывается. Идет благоустройство, идет строительство, причем массовое строительство детских площадок, спортивных сооружений. Мне кажется, что это все, какой-то рывок в развитии нашего города. Возможно, это не то, да, то, что хотели бы увидеть жители, потому что им хотелось бы все и сразу. Здесь и мне тоже, да, хотелось бы. Но мы должны понимать то, что не бывает так. Не бывает по щелчку, есть какой-то регламент, да, есть закупочные процедуры, есть в том числе и бюджет города, на который надо рассчитывать. Как ваша семья к этому относится? Нет таких недопониманий, что, Николай, когда же ты будешь дома, когда ты посвятишь время семье? Или все-таки удается все успевать? Дома я, конечно, появляюсь. По поводу обращений жителей, да, то все происходит в рабочее время. Если же какие-то встречи происходят в вечернее время, то иногда, даже чаще, я беру с собой семью, особенно ребенка. Так, в принципе, у меня супруга меня поддерживает, он мне помогает писать некоторые статьи, некоторые запросы помогает написать. Поэтому речи для выступлений в школе, да, например, тоже мне супруга помогала сформировать. В сентябре нас ждут до выбора, то есть появится еще один 25-й депутат. Как-то обсуждали уже с коллегами, кого вы хотите видеть? Ну, кого? Не конкретно личность, а по описанию. Мне кажется, такого же активного, как и у нас вся команда. Активного, с грандиозными планами, которые он постарается воплотить, приулучшить, сделать нашу жизнь в нашем городе намного лучше. На этом у меня все. На что наведет свой фокус наша следующая программа, узнаете уже совсем скоро. С вами была Дарья Лунькова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!